В предыдущем видео мы подробно обсудили тарифы на брокерское обслуживание и остался еще один незакрытый вопрос по поводу того, что берет с нас брокер, что мы тратим при торгах, это биржевой сбор. Дело в том, что биржевой сбор берут все без исключения, потому что биржевой сбор берет именно московская биржа, вне зависимости от того, через какого брокера мы торгуем. Сколько же это на самом деле в деньгах? Особенно это интересно трейдерам, потому что трейдеры работают очень часто и сделки совершают. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я долго не интересовался тем, что такое биржевой сбор, потому что это, в общем-то, неотвратимая штука абсолютно, которая есть, с которой ничего не поделаешь, абсолютно не зависит от брокера. Потому что вот мы смотрим сейчас, тариф все включено, открытие, 10 рублей с контракта плюс биржевой сбор, значит, если все включено, то есть я этот тариф не рекомендую трейдерам, потому что трейдерам я рекомендую тариф, как ни странно, инвестиционный. Здесь, значит, при активах на срочном рынке от 20 до 100 тысяч рублей 71 копейка, ну, это наиболее вероятная сумма активов, так сказать, ну, если от 100 тысяч и больше, значит, 0,47 до полумиллиона. 0,47 рублей, но при этом плюс биржевой сбор. А биржевой сбор сколько? То есть мы считали вот эти вот копеечки, да, и у нас в Альфе, там просто брокер берет биржевой сбор. Что же это такое биржевой сбор? А здесь всюду плюс биржевой сбор, плюс биржевой сбор, плюс биржевой сбор. И я решил поинтересоваться, что же такое биржевой сбор? Биржевой сбор это то, что берет московская биржа, он абсолютно неотвратимый, независимый от брокера, и он зависит от того, какой инструмент мы используем. То есть, смотрите, у нас может быть, ну, как правило, мы торгуем фьючерсами, давайте рассмотрим два или три наиболее популярных фьючерса по поводу биржевого сбора. Заходим на сайт московской биржи, и мы смотрим вот здесь контракты, и сейчас текущий контракт это РТС 3.22, то есть мартовский контракт, и здесь спецификация на контракт. То есть мы можем посмотреть биржевой сбор, естественно, на сайте московской биржи. Что мы видим? Лот 1 контракт, котировка в пунктах идет, шаг цены 10, то есть на 10 пунктов минимальный шаг, стоимость шага цены 15.05.306. 15 рублей стоимость одного шага цены, то есть дернулся на один шажочек, это значит на 15 рублей дернулся. Сбор за регистрацию сделки, здесь есть, это вот биржевой сбор, мы переходим. Да, расчетная цена последнего клиринга 157 670, то есть вот такая сумма. Это в пунктах. Если мы умножим эту сумму на полтора, то есть стоимость шага цены делим на 10, это будет полтора ровно. Ну, полтора на полтора, 225 тысяч рублей. Вот такая сумма, это один контракт на индекс РТС. Такой суммой мы оперируем на самом деле. Для того, чтобы торговать фьючерсом на индекс РТС, нам нужно иметь на счете гарантийное обеспечение, вот она, на первом уровне лимита концентрации, 38 147 рублей. То есть мы имеем в районе 40 тысяч рублей, мы можем торговать одним фьючерсом РТС. И, значит, сбор за регистрацию сделки 5,2 рубля, сбор за скальперскую сделку, ну, ровно половину, 2,61. Не так уж и мало, на самом деле, смотрите, еще раз. Мы у брокера сейчас вот открытие, например, платим 0,71 рубль плюс, то есть мы платим как минимум 0,71 плюс 25, 22, 6 рублей. Но, в принципе, с другой стороны, стоимость шага цены 15 рублей, то есть дернулась на один раз, все эти комиссии мы уже окупили. То есть достаточно просто продать на один шаг цены дороже. Вот такая история. Теперь давайте посмотрим другие популярные индексы. Да, за что берет биржа, биржевой сбор, за организацию торгов, со всех. Берем индекс, значит, РТС мы рассмотрели. Самый популярный это индекс на доллар. Фьючерс на доллар. Фьючерс на доллар, вот он. Лот 1000, то есть 1000 долларов. Шаг цены 1. То есть шаг цены 1. Стоимость шага цены 1, то есть у нас в долларах, судя по всему. Нет, в рублях все-таки. Так, так, так. Расчетная цена последнего клиринга 76,41. Сбор за регистрацию сделки. Рубль 18. То есть мы, покупая один фьючерс на доллар, одну сишку. Это называется си, почему? Потому что доллар это буква с и перечеркнутая, ну как бы и. Вот, мы, покупая один фьючерс на доллар, мы оперируем суммой в 76 тысяч, то есть в 1000 долларов. И сбор за регистрацию здесь 1.18, сбор за скальпферскую сделки 0.59. То есть, смотрите, рубль 18 плюс 70, это, ну в районе 2 рублей у нас уйдет за сделку, причем из них большую часть забирает биржа. И то же самое касается следующего популярного индекса, вернее фьючерса, это нефть. Нефть это, один лот это 10 баррелей нефти. Стоимость шага цены 7.52. Расчетная цена последнего клиринга 82, то есть сейчас нефть стоит 82 фьючерс на нефть. Что это значит? Это значит, что 820 долларов, грубо говоря, мы торгуем. 820 долларов в обороте. И у нас средняя цена за сбор за регистрацию сделки 2 рубля 71 копейка. И плюс вот та самая 71 копейка, которую берет брокер. То есть 3 с небольшим рублям. Стоимость шага цены 7.52. То есть один шаг и мы уже в прибыли. Вот такие цены. Ну то есть смотрите, еще раз, когда мы торгуем, занимаемся трейдингом, мы платим, во-первых, комиссию брокеру и биржевой сбор. Если мы начинаем торговать с плечом на фондовом рынке, то мы там уже платим брокеру. На срочном рынке, как я уже сказал, плечей нет, нет кредитов. Здесь проще. Поэтому как раз все трейдеры занимаются именно на срочном рынке. И давайте посмотрим, а что же у нас с акциями. Ну, например, люди, которые приходят на биржу, идут, например, поторговать акциями Сбербанка. Очень любят торговать. Давайте сравним сейчас комиссию, которую мы заплатим, если мы начнем торговать на фондовом рынке, скажем, акциями Сбербанка и на срочном рынке акциями Сбербанка Ж. Смотрите, на фондовом рынке акции Сбербанка, обыкновенные, например, Сбер называются, и сейчас мы находимся на сайте Московской биржи. Мы видим, что сейчас количество ценных бумаг в одном стандартном лоте 10. То есть мы покупаем одним лотом 10 акций. Стоимость одной акции сейчас, на последний момент, цена закрытия 293, ну, практически 294 рубля. То есть нам нужно 2940 рублей, чтобы купить один лот. И давайте сейчас посчитаем, какие комиссии мы заплатим, ну, если мы начнем трейдингом заниматься на фондовом рынке и сравним это со срочным рынком. Итак, значит, акция Сбербанка, один лот 2940 рублей. Переходим в табличку в нашу и смотрим. Мы занимаемся, ну, в открытии, тариф все включено, 0,05%. Какую комиссию мы за это заплатим? Я беру калькулятор и считаю. 1 рубль 47 копеек. Это если мы на фондовом рынке за одну сделку. Теперь смотрим дальше. А теперь смотрим на фьючерс. Фьючерс. Сбрф 3.22. У нас уже минимальный лот 100. Вот у нас 100 акций. И 100 акций мы покупаем, имея на счете 6 675 рублей. То есть у нас есть 6 675 рублей. Никаких кредитов мы не платим. Мы покупаем один фьючерс для того, чтобы его продать. Мы покупаем фактически 100 акций. И у нас сбор за регистрацию сделки 2 рубля. И если вы помните, 71 копейка, то, что берет брокер открытия. Но уже на другом тарифе. Итого, смотрите. За 100 сделок, за 100 акций на фондовом рынке мы заплатим 14 рублей 70 копеек. Если мы те же самые 100 акций купили, продали на срочном рынке, то мы заплатим 2 рубля 71 копейка. Почувствуйте разницу. Именно поэтому все трейдеры, все, кто занимается спекуляциями на фондовом рынке, на бирже, они занимаются как раз не на фондовом рынке, а на срочном рынке. И так со всеми инструментами абсолютно, какой бы мы инструмент не взяли. Именно срочный рынок для трейдинга, для того, чтобы инвестировать в акции, это фондовый рынок. Итого у нас получается, в принципе, если вы хотите инвестировать на бирже, на московской бирже, то у вас есть два варианта. Стать инвестором, это на фондовом рынке торговать, либо на срочном рынке. Ну вот, сегодня мы рассмотрели, в общем сказать, закончили рассматривать те биржевые комиссии и все, что мы заплатим. У меня часто об этом спрашивали, там типа, а ты забываешь про комиссии, говорить и так далее. Ну, вы видите, что комиссии есть, мы даже рассмотрели биржевой сбор, но тем не менее, один шаг цены и, собственно говоря, все комиссии окупаются. Поэтому комиссии, в общем-то сказать, я не очень сильно принимаю во внимание и торгую совершенно свободно. Ну, а на сегодня все. В следующий раз я расскажу о структуре брокерского счета. Она достаточно сложная, и там тоже надо разбираться. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.